И поэтому я чуть-чуть остановлюсь на тех стандартах HER2 тестирования, которые нам важны, на основе которых мы работаем, занимаясь раком молочной железы. Ну вот эта картинка, она всем нам хорошо известна и как раз говорит о том, что то, что мы делаем относительно HER2 тестирования, это, конечно, в первую очередь то исследование, которое направлено на то, чтобы химиотерапевт-клиницист мог наиболее правильнее и наиболее рационально назначать ту или иную терапию той или иной пациентки. Опять же, мы с вами хорошо знаем, что для рака молочной железы мы обязательно определяем вот эти три предиктивные маркеры, ну и КИ-67, о котором, конечно, мы с вами постоянно говорим. Значит, опять же, вещь известная, что изменения экспрессии HER2 играют роль при различных закачественных заболеваниях, но, тем не менее, сейчас мы будем останавливаться только на раке молочной железы, поскольку это тема нашей конференции. Опять же, вы хорошо знаете, все вы с этим работаете, что у нас есть два основные метода, которыми мы пользуемся. Это иммуногистохимическое исследование, это методы гибридизации, которые у нас сейчас существуют разные в наших руках, это флюоцентная гибридизация, и это хромогенная, как ее наиболее распространенный и фактически единственный вариант, который есть сейчас в стране, это СИШ-гибридизация. Значит, но я хочу начать вот с чего. С одной стороны, вещи хорошо известны, с другой стороны, вот такое давно сделанное авторами деление нашей работы на три фазы, это преаналитика и аналитика и постаналитика, которые, каждый из тапов, которых можно разделить на более мелкие фрагменты, вот суть того, что мы можем еще внутри каждого раздела делить еще мельче и мельче, обозначая как бы каждый этап, но суть-то в том, что если мы все эти этапы разберем, то среди них мы не найдем ни одного, который бы не мог внести ошибки в нашу работу. То есть одинаково важно все, начиная с этапов забора материала и постановки, фиксации проводки, проведения реакции и правильные оценки. Вот те критерии оценки, которые мы используем на тот или иной момент нашей работы, о чем вы, опять же, все хорошо помните, что и критерии у нас с вами менялись. Мы тоже помним, как это все происходило. Значит, показываю, опять же, картинку, которая нам хорошо известна, опять же, обращая внимание на одну простую вещь. Вот среди всех этих этапов нельзя про какой из них сказать, что он совершенно несущественный. Если мы плохо зафиксируем, если мы плохо приготовим срезы, не толщины, если мы их не высушим, если у нас будет не продезинфицирован прибор, на котором мы проводим наши исследования, то есть все это может привести к тому, что что-нибудь пойдет не так, а это не так будет заключаться в том, что мы с вами выдадим неверный ответ по ХИР-2 статусу, и, соответственно, подбор лечения у клинициста может быть ошибочен. Значит, сейчас мы с вами работаем по вот этому стандарту 2018 года, и единственное, что, опять же, вам хорошо известно, что я всегда подчеркиваю, что для рака молочной железы, что использование методов иммуногистохимии или гибридизации в любых ее вариантах равнозначно все зависит от того, каким спектром реагентов и каким спектром наборов и приборов обладает Айнале лаборатория. Значит, очень важно, что мы сейчас совершенно обязаны повторять исследования при продвинутых стадиях, при метастазах или рецидивах, и еще-еще, что подчеркивается вот в этих рекомендациях, и я считаю, что это важно, и на это важно обратить внимание, что если вследствие чего-то мы получаем какой-то результат, который по ХИР-2 тестированию или по тестированию рецепторов эстрогенов и прогестеронов, которые расходятся с другими клинико-орфологическими параметрами, вот это указание на то, что надо в первую очередь проверить все-таки свою работу, потому что у нас могут быть ошибки на любых этапах проведения исследований, и это надо всегда учитывать. Вот тут исследование надо будет повторить. Значит, то, что мы с вами работаем, какие требования к фиксации, к проводке, они сформулированы давным-давно, я бы сказала. Но, тем не менее, вот этот вот подход о том, что ткань для исследования должна быть в лаборатории доставлена быстро, и то время, которое оговорено во всех руководствах как наиболее благоприятные 20-30 минут, вот об этом надо помнить, но это чисто организационный момент. В одних организациях это удается наладить, в других нет. Это все, что зависит исключительно от человеческого фактора. Значит, про размеры образца мы с вами точно так же знаем. Про оптимальное время фиксации нам хорошо известно. Я только обращу ваше внимание на два последних пункта, которые становятся все более и более важными. Это обязательная внутрилабораторная валидация методов реагентов. Особенно сейчас, когда в наших руках оказываются подчас несовпадающие, я бы так назвала, антитела одного производителя, системы детекции другого производителя, делаем мы на третьем приборе. Это все не запрещено, это все реально, и можно получать хороший результат. Только внутри лаборатории надо отработать свой протокол, что, к сожалению, делается не всегда и не везде. Ну и внешний контроль качества, который нам в этом может помочь. Вот картинки, которые очень хорошо показывают, каким образом влияет неправильная фиксация на тот уровень экспрессии ХЕР-2, который мы выявляем. Опять же, это понятно, поэтому за этим временем надо следить. Но это для операционного материала. А ведь основные наши исследования проводятся на биопсийном материале до начала лечения. А вот там требования к времени фиксации становятся еще более жесткими. И вот то самое, я бы сказала, пресловутая проблема в пятнице, она до сих пор остается. А опять же, организационным вопросом и решением это решить можно. Тогда у нас биопсии не будут лежать там 72 часа, после которых уже все наши исследования становятся весьма проблематичными. Значит, о методах исследования я уже сказала. Это иммуноистохимия или гибридизация ин-ситу. Пользуемся мы здесь в основном с вами антителами в рабочих разведениях и пользуемся закрытыми наборами для различных вариантов гибридизации. Вот тут три клона, которые мы используем в нашей посидедной жизни. Но, наверное, если брать процентом в соотношении, то вот этот клон РОШовский 4B5, значит, чем большого количества винта на стороне, он, наверное, сейчас самый ходовой. Ну и лейковский клон тоже может быть использован с их системой детенции на их приборах. Опять же, по ри отработке протокола, ничего, так сказать, волшебного там нету, надо просто, чтобы точно выполнялся протокол. Значит, мы с вами привыкли пользоваться вот такой полуколичественной системой оценки. То есть у нас есть как бы система оценки, которая позволяет нам сейчас выделить группу ХЕР2 позитивной и группу ХЕР2 негативной. При этом группа ХЕР2 позитивной – это 3+, и 2+, с наличием амплификации. А вот группа ХЕР2 негативная, она у нас очень разная, что вам хорошо известно. Это 2+, без амплификации, это 1+, и это чисто негативные случаи. Вот отсюда и будут все наши последующие доклады, которые будут говорить о том, что должны быть какие-то способы оценки этой, в общем-то, разнородной группы, особенно с появлением нового препарата, о котором уже Никита Александрович упоминал, который дает совершенно другие возможности для терапии. И вот, значит, сейчас у нас с вами, ну, фактически, бинарный результат, положительный или отрицательный, а вот этот самый отрицательный, как я уже сказала, там много разных опухолей с разными свойствами, и появление новых препаратов позволяет подходить по-другому к этим пациентам. Вот эту картинку я привожу исключительно для того, чтобы напомнить, что мы сейчас пользуемся пограничным значением 10% и тем, как выглядит у нас амплификация, которую мы оцениваем с помощью не фиша, а вот этого метода СИШ, который мы с вами используем на винтане. Нет, я уже сказала, при нашей с вами, в общем, длительной работе по определению ХЕР2 статуса, вот здесь хорошо отражено, как менялись те подходы, которые у нас были. Но ведь эти подходы менялись не просто так, а менялись потому, что клиницисты получали новые данные по эффективности препарата. И поэтому, когда у нас с вами изменялись пороговые значения, изменялись то, как мы оцениваем полноту окрашивания мембраны, вот это все говорит о том, что надо очень верно оценивать эти данные и давать тот результат, который поможет клиницисту. Ну и привожу вот эту вот таблицу, она, с одной стороны, достаточно сложна, с другой стороны, она вам известна. Что сделали последние рекомендации АСККАП? Они позволили нам достаточно точно выделять вот эти вот вторую, третью, четвертую группу. Группы, когда мы имеем небольшую амплификацию гена ХЕР2. И что очень важно, что вот в этих рекомендациях очень четко прописано, в каких случаях мы должны повторять исследования, и в каких случаях мы должны обязательно привлечь коллегу, скажем так, второе мнение для оценки гибридизации, в каких случаях нам абсолютно необходимо использование метода повторного иммуногистохимии и анализ, который учел бы данные и гибридизации, и иммуногистохимии. Вот эта таблица и очень четко показывает то, в каких случаях нам надо применять эти дополнительные методы исследования и про них ни в коем случае не забывать. Ну и вот этот новый подход, появление вот этой группы ХЕР2.лоу, на которой я не буду останавливаться, поскольку у нас будет сейчас еще несколько докладов, посвященных этому. Так что мое резюме, что мы должны точно и четко использовать рекомендации АСКК 2018 года и, наконец, научаться и более широко использовать вот те подходы по определению нового ХЕР2 статуса, который нас, так сказать, вынуждает в появлении новых препаратов и новые подходы к этому. Ну и, значит, каким образом мы с вами избегаем наши ошибки? Мы работаем правильным образом, и на основе того, как мы определяем ХЕР2 статус, это вот те критерии, которые нам нужно применять, о чем уже сейчас я и сказала. Значит, про повторность тестирования мы с вами тоже хорошо знаем. Это рецидивы, это метастазы, но и вот эта вот ситуация, о которой тоже нельзя забывать, о которой сегодня тоже упоминалось, это внутриопухольная гетерогенность, связанная с разными причинами и правильное проведение реакции для того, чтобы правильно ее оценивать. Спасибо.